композитор рекордсмен оскар борисович фельдсман советский и российский композитор пианист обладатель почетных званий заслуженный деятель искусств рсфср и народный артист рсфср родился оскар фельдсман 18 февраля 1921 года в одессе первая фортепианная пьеса оскара осень появилась когда ему было шесть лет в 1941 году окончил московскую государственную консерваторию первым началась война все было разрушено все наши планы все наши мечты и меня послали в городного в город просите меня новосибирск и знаете назначили мне было 20 лет меня назначили ответственным секретарем всесибирского союза композиторов ко мне приходили композиторы шиболин дирижер мравинский и так далее на заседание и я вот так 21 год можно сказать командовал музыкально жизнью в новосибирске но очевидно почувствовали что мне это как-то под силу и так далее и вот в сорок первом году началась моя жизнь новосибирске я писал много музыки вы знаете весь музыкальный ленинград был в эвакуации в новосибирске александринский театр драматический театр все все известные артисты ленинграда в то время были в эвакуации в новосибирске и я писал музыку вы знаете я и сейчас вам скажу я за несколько лет что был новосибирске прошел высокие высокие музыкальные университеты потому что то что я писал то я слышал потом в исполнении ленинградского симфонического оркестра под управлением мравинского и так далее я писал музыку к спектаклям александринского театра это один из лучших театров нашей страны 1941 году в новосибирске оскар фельдсман женился на студентке дирижерско-хорового факультета московской консерватории евгении петровне кайдановской в москву он вернулся с женой в 1945 году подсчитать точное число песен оскара невозможно считается что композитор написал около полутора тысяч произведений большинство из которых абсолютные хиты моими учителями был дунаевский блантер соловьев седой макроусов клиников на полную мощность работал союз композиторов и вот на песенных заседаниях между дунаевским калмановским но и островским другими композиторами мог быть спор и за двух нот и за одной песенной интонации вы представляете с какой требовательностью мы композиторы относились к написанию новой песни так-то не давно давно несколько лет новых песен не писал соловьев седой я им грива все прошло уже два-три года я не слышал никаких твоих новых песен и он мне сказал ты знаешь я не знаю какую песню мне написать какую песню ждут от меня люди вот как серьезно он относился к творчеству и потом когда он почувствовал какую песню ему написать он написал подмосковные вечера он написал другие замечательные песни я вам должен сказать сейчас писать песни сложно нужно почувствовать какие песни ждут от композиторов люди и это должны быть песни и веселые и грустные могут быть и трагические но содержательные и поэтому я сейчас творчеству как и раньше стараюсь относиться вдумчиво появляются мои новые песни но каждая песня отнимает у меня много сил счастья вам желаю дорогие огромное количество песни я себе без песни наверное это неallah а я это не я я я